Привет, друг! С тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере Смотра Рэйдж, всё как всегда. И как ты понял по названию и по превью, нет, сегодня, к сожалению, не фуры. Давайте возьмём немножко перерыв, три серии про фуры, достаточно. Возможно, в следующем мы сделаем большой забег, где будет 6-7 фур, вместе будем вести какой-то заказ. Так что обязательно подписывайтесь на канал, сходите в Телеграм, чтобы не пропустить, я там обязательно напишу, куда приехать на своих фурах. Вот, сегодня мы поговорим о самом неликвидном транспорте на этом сервере. Хотя он когда-то был ликвиден, но сейчас это пиздец. Прикупим дом и улучшим наши тачки. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита. А мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, что именно на этом сервере у меня есть свой личный промокод Эван. Води его при регистрации большими буквами и получай 50 тысяч рублей, вип-статус на один день. Иди сдавай на права и работай на свой мечту. Ну что, ребят, как вы видите, я уже немножко приоделся, потому что я задолбался ходить в клубничке и в трусах. Это уже как-то, давайте оставим на 2021 год. Теперь он у меня будет ассоциироваться именно с клубничкой и трусами. Потом весь 2022 почти я проходил в Гуччи. А теперь я просто приоделся во все, что у меня было в инвентаре. Возможно, потом что-то перекуплю, но сейчас просто нет денег. Ко вверху вообще кофта стандартная, потому что у меня кофт нет. Там есть какая-то Louis Vuitton, но она полнейшее говно. Шляпа ради того, чтобы прикрыть лысин. Короче, о чем мы поговорим? Давайте в первую часть ролика мы поговорим о недвижимости. Но для того, чтобы поговорить о недвижимости, надо переместиться к самой недвижимости. Погнали. Ну что, ребят, я приехал к своему единственному дому, единственной своей квартире. Это ЖК Центри Мэнер, который находится вот здесь, как раз недалеко от моих бизнесов. И очень, кстати, красивая. Как вы видели, очень много у меня муток с ней было, что она у меня была сначала на 5 мест. Потом я сделал 12. Потом обновили экономику и сделал одно место. Потом сделал 5. Потом сделал 8. Потом сделал буквально в одной из предыдущих серий перед обновлением, сделал опять 12. Потому что вы видите, что у меня 14 машин, а это типа 12 квартир и одно стандартное. И у меня всегда выходило минус одно место. Но еще не забываем, что у меня в хранилище 0.08 лежит. И поэтому мне надо как минимум 15 мест. И мне тупо одной ЖК не хватало, а вечно брать какого-то типа... Ну как бы с одной стороны можно было бы, и это было дешевле. Но с другой стороны, типа я с ним не общаюсь, там, ну редко общаюсь, там, редко вижусь, там, редко играю. И тут просто с нифига я такой пишу. Чел, можешь одолжить квартиру? Ну типа как-то навязываться как-то не особо. В итоге я... Это стоит твой шмот. Мой шмот стоит очень дешево. То есть вот эта кофта Витминс, я в ней хожу уже 2 года. Очень жалко стало, бля. О чем я там говорил? В итоге я принял решение, что мне нужно расширить мои слоты и прикупить новый дом. К сожалению, на смотри, нельзя быть владельцем двух и больше квартир. А только одну квартиру и там 2-3 дома, да. Поэтому я решил прикупить дом. Так как у меня минус одно место, я сначала искал хотя бы там одно место, типа 2-3 максимум, типа. По цене это выходило, что одно место стоит где-то 7 лямов, 8, да. Два места предлагали за 12, 11. Нашел одного человека, который был мне готов продать что-то 2 места за 10 или почти по 10, там 9-800. Я приехал, говорю, ну что, где дом? Он такой, да нет, я уже что-то передумал, тыры-пыры. И потом меня осенило, типа, а зачем я должен тратить целых 12 миллионов на 2 места? 12 миллионов на 2 места. Если я могу закинуть еще плюс-минус 10 миллионов или 12 тех же, да, еще половину от этой суммы, у меня уже будет не 2 места, а 6 мест. Не в каком-то гетто или в какой-то жопе этого города по типу Сэнди Шорса, а на Вайнвуде. И я решил прикупить дом либо на 6, либо на 9 мест. Потому что после ввода экономики, как вы знаете, все дома на ВВ раскупили. Я думал, что сейчас они там стоят дикий оверпрайс, так как одно место 7. Думаю, ну 6 там на 7, там 35 минимум стоит дом на 6 мест. А я спрашиваю, типа, а они продаются там около ГОСа 20, 22, 24. Все зависит от дома, от парковки, где он находится. Поэтому я стал активно искать дом на 6 и 9 мест. И буквально через день, что ли, я его нашел. Поэтому, как это было, можете посмотреть прямо сейчас. Ну что, ребята, я взял свою самую дешевую тачку из инвентаря. И мы приехали к моему дому, скорее всего. Потому что это дом Кевина Макалистера. Конечно же, один дома. Зима, скоро будем снимать. Ладно, шучу. На 6 мест 20 лямов, да, он еще стоит. Находится плюс-минус здесь, парковки, я бы не сказал, что прям много-много. Но за 22 ляма, он за 23 продает, говорит, 500 тысяч торга. Если за 2 ляма уломать, ну за 22 уломать, то можно, в принципе, купить. Вот он, кстати, и приехал. Привет, привет. Типа, можно переплатить, чтобы было немножечко... Ну, сейчас хозяин дома подъедет, я просто с ним договорился, что бегу. Ага. Так что, сколько мы договорились? 22. 22, 500. Давай, 22, что-то. Я вижу, в трусах бегаю, денег нет, еле на скреб. Это для мам на руках, сейчас такой через 100, бац-бац-бац. Почему я на 6 нажимаю пристегнуться, а у меня не пристегивается. Блеседа улица стою, кого хера худ за баглс. Ладно. Короче, можно заплатить... Ой, сорянчик. Это еще минус 500. Короче, это, можно купить где-то в районе вот здесь. Там, немножко больше парковки, да, типа. Более приятный район, чем этот, потому что этот на окраине где-то, да. Но, тогда он будет стоить 24, а 2 ляма переплаты. Хотя, где вы можете сказать, типа, э, вон, ебать. Это же дом, тыры-пыры. Ну, во-вторых, мы же играем не на РП-серваке, да. Если я буду спаливаться, я буду спаливаться в квартире вот здесь, потому что мне ближе всего к бизнесу, к казино и вообще к центру. Что, в дом в целом-то нравится, нет? Да, неплохой такой за 22. Можно, конечно, там докинуть еще ляма 2-3 и купить немножко, чтобы было больше парковки, но зачем оно надо? Ну, 6 это тоже так неплохо. Ну, да. Поэтому, еще 2-3 ляма и лучше оставлю там 3-4 на какой-то автомобиль. Тем более, сейчас еще 22 он мне предложит. Еще плюс комиссия будет. Выйдет дорого. О-о-о, владельцы подъехали, владельцы. На брабусах всяких. А, мэры. Что-то слишком дорого. Ну, короче, мои планы на Чарон уже канули в бездну. У тебя на комиссию есть? Да, я думаю, хватит. Давай быстрее только отапни, чекай. 22 миллиона, 23 и 100 я отдаю. Дом 5, 6 мест принять. Все, благодарю. Все, давай, удачи. Удачи, удачи. Ну, все, теперь можно уже спаунить шароны, ашки, не ашки. Так, ну, давайте сразу же пополним наш домик. Сколько на 300 тысяч, я думаю, нормально. Главное, потом... О, 40 тысяч налог в сутки. Охуенно, блядь. Можно на сколько на 300к пополним. Олдеж, слышь. Ну что, ребят, давайте поговорим о второй части нашего ролика. Именно о самом неликвидном автомобиле на смотре Rage в 2023 году. Многие думают, что это там Сентенарио, например. Либо какой-то Мерседес. Возможно, Жигули. Хотя Жигули пользуются спросом. Ну, что-то такое. Типа импалы, кобры, да? Что такое? Мустанг старый, типа что? Хер его продаж. Но нет. Самый неликвидный автомобиль на смотре Rage находится позади меня, да? И вы все правильно поняли, это Bugatti Veyron. Вы все скажете, Эван, а что за херня? Почему это он неликвидный? Давайте быстро расскажу, как раньше было, как сейчас, и почему я так считаю. Знаешь, где-то, давайте зимой прошлого года, да? Ну, 2022 на 2023. Очень сильно пользовались спросами на Veyron. И где-то плюс-минус до весны. Прям каждый второй ездил на Veyron. Говорил, что Veyron лучше, Veyron дешевле, Veyron рулится, Veyron handling, Veyron красивый. Veyron лучше Chiron, 100%. И каждый третий говорил, что Chiron говно. Да и рынок тогда на Veyron очень сильно держался, ведь его продавали, если там один-два владелица, продавали по 94-95 лямов, я слышал. Типа, за 90 урвать Veyron, это ухо-хо-хо, это прям сказка, это подарок был. И на таких щах мне в конце мая предложили Veyron. Хотя я тогда почти насобирал на Chiron, который хотел. Мне предложили Veyron, типа, за 84 миллиона 6 владельцев. Я такой, бля, очень сочно. Но в итоге, с покупкой мне там с домом, кстати, видос есть на канале, ссылочка в описании. Мне покупка вышла в 87 миллионов. Тюнинг на него вышел 2 миллиона. Ищу номера за то, что я на него накинул именные, а потом снял. Ну, это, короче, 89 500. Короче, около 90 миллионов мне вышел, и я себе спокойно думал, что я сейчас немножко поезжу. И солью себя вообще на изи за 92, там буквально через 2 дня мне заберут. Но что-то пошло не так. Буквально, как только я решил продать весь свой автопарк, это было 7 августа, когда я приехал домой, я начал продавать свои автомобили. Там были и Урусы, и Диабло, и Импалы. И тем самым временем был Veyron. Я думал, что Импалу или Диабло, я прям задолблюсь продавать ее. Но, как ни странно, Импала ушла на следующий день, а Диабло через неделю, и то по моей глупости. А Верон так и остался. Буквально в первой неделе меня спрашивали за Верон, а потом тупо никто не спрашивал. Эти объявления я публиковал и с 7 августа, считай по плюс-минус сегодняшнее число, это 7 октября. Это 2 месяца. Повторюсь, буквально первые недели две мне писали, а потом я публиковал, и просто ноль сообщений было. Просто ноль. Я, конечно, сначала продавал за 92, но потом скинул цену буквально через неделю-две до 90, и надеялся, что за 90 кто-то заберет, но никто не забирал. Тем самым временем появлялось очень много Веронов от других игроков. Такой же плюс-минус в цене, а то и дешевле. То есть сейчас я видел объявление на Верон за 6 владельцев, чел продавал его за 84 миллиона, а чел продавал Верон на 20 владельцев, то он продавал его вообще за 80. Я такие, о-о-о, вот это я попал. В итоге, ни они не продали Верон за такие суммы, ни я за своих 90. Единственное, что мне на обмен предлагали, это какой-то центенарик, который еще хуже, потому что у него слив 60, ну, в принципе, как и у Верона, но его будет еще сложнее продать. В итоге я уже отчаялся, и вот в начале октября начал писать всем подряд, у кого есть разные автомобили, с моей, с их ДП, чтобы только продать этот Верон. Потому что я думал, если оно меня взбесит, я его просто пойду солью в ГОС. Но я заебался его продавать реально. И поэтому я нашел одного игрока, буквально дней через три, который был согласен на обмен своего автомобиля на мой Верон с моей ДП и с моей комиссией. А как это было, можете посмотреть прямо сейчас. Вы уже всю историю, я думаю, послушали, как это происходило, продажа, сколько это происходило. И теперь понимаете, почему я именно хочу его продать, и чем побыстрее, почему он меня задрал. Поэтому приехали на ИКХ, это не совсем продажа, это скорее всего обмен. Но на что обмен вы не узнаете, потому что что? Потому что это следующий видос. Поэтому сегодня будет все в блюре. А вот подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. И уже давайте 100 лайков, и завтра серия типа про новый автомобиль с перебивочками. Так все красиво, как должно быть. А передайте, можете, в принципе, посмотреть видос с Вероном с перебивками. Дохик. Предложить обмен. Я не представляю, сколько здесь комиссии будет. Но я ему сам предложил, поэтому почему нет. Мне кажется, это уже заведанно. Два ляма, это только здесь. А если еще вот это добавить? Два четыреста. Нормально, пофиг. Все, спасибо большое. Давай, удачи. Восемь лямов осталось. Это называется, я хотел продать Верон и купить несколько автомобилей. И то и что, купил вот эту машину. Ну как купил, поменял. Ну как вы знаете, не все автомобили я свои продал. У меня остался ГТР, И39, ЛФА, Вашка, Гелик, Сильвия. В принципе, все. И один из автомобилей после обновления где-то 1.7 до 1.8 слишком кардинально изменился внешний вид. А именно ГТР. Раньше он был в NISMO-обвесе. Сейчас его сделали стоковым. Но в NISMO-обвес ты можешь купить за бабки. Конечно, этого делать не буду. И сделаем ГТР моей мечты. Думал выделить для этого определенную серию, где я бы перетюнил пол своего автопарка. Но потом посчитал, что это не нужно. И думаю, маленькая такая вставочка в этот ролик не помешает. Погнали. Знаешь, что я хочу сделать? Что нужно сделать в свинке? Так как он у меня фатешный. Все, что можно сделать, это изменить цвет. Да плюс еще пленку добавили. Кузыные винилы есть, но они, ну такое, типа. Прям, ну такое, такое. Поэтому мы делаем цвет ему сразу же. Вот такой. Кстати, здесь голубое перо всегда было. Серьезно. Я просто хотел его сделать темно-синим, как у них есть, заводской цвет. Я что-то охерел только что, что у него есть голубое перо. Только можно сделать его не прям темно-синим, а таким вот синим с ярким отливом. Вот типа что-то такого. Очень нравится. Второй цвет у меня красный. Вы не подумайте, что я сутенер, у меня красный салон. Хотя хорошо бы было. Раньше просто не самовес. У него же есть такая вот полоска по кузову, как вы знаете. Там на порогах, на бампере, вот. И она почему-то красилась именно во второй цвет. И салон тоже красился во второй цвет. Поэтому мне пришлось покрасить салон в красный. Белый нет, он слишком уделяется. Давайте черный сделаем такой ближе к стандартному. Где-то вот так, да? Чтобы в цвет панели было. Идеально. 60 тысяч еще сюда. Есть ли разница, если мы добавляем пленку? Ну, это типа сатин. Многие говорят, что из-за того, что у меня установлен графический мод, я и не вижу пленки. Надеюсь, что в скором времени это пофиксят. Ну, либо просто скажут, а вон, удали, блин, графический мод и поставь себе пленку. Смотрите, сколько пленок, нихера не меняется. Тупо нихера. Вот эти меняются, окей, а те я вижу. А вот эти, смотри. После 50, ну просто, ноль изменений. Ноль, чел, ноль. 150 тысяч. Ляпс на базу. И теперь самое ответственное, это диски. Не знаю, ребят, подобрать на GTR диски, это очень сложно. Может из-за того, что колеса выставлены не в арке, не того радиуса. Я хз. Но ему идут какие-то бэбосы, либо волки, ворки, которые были популярны еще до нашей эры, да? Ставить воссены сюда, либо что-то еще фрштайнеры, рейсы, ну как-то такое. В итоге все, что я подобрал, это кикалапус, вот эти третьи. Ну, прикольно смотрится. Я вот сейчас смотрю именно на задние колеса. Либо Labro M. У меня Labro M, это такие, как у меня на Chiron'е стоят. Ой, на Viron'е. Вот. Поэтому, я думаю, Labro M сюда более подойдут. Но, в принципе, если вот так смотреть, выглядит неплохо. Да, если что, поменяем. Это 149 тысяч, что-нибудь так дорого. Настраиваем. Ну что, ребят, как-то я красиво вот так настроил. Впереди с развальчиком вот так красиво, как должно быть. Сзади немножко меньше. Ширину, вынос, все идеально настроилось. 75 тысяч в корзину. 224 тысячи. А что у нас, кстати, в доп. Оборудованиях? Бампер. Ну, это все колхоз. Это Rocket Bunny. Это колхоз. Почему они добавят обвес эгоиста? Как много людей пишут об этом в предложке. Эгоист это первый, а-ля второй, третий. Третий, что это еще не 17-й год рестайлинг. Или 17-й уже. Короче, до 17-го года. Именно в старом весь. Потому что это уже с 17-го года пошел эти новые бампера, новый салон. Это предыдущие рестайлинги. Вот те GTR-ы прямо охуенные. Давайте сделаем 45% тонера. Больше ничего ставить не буду. Поехали. Ебать, что-то ширину я переборщил им, Олега, нет? Блин. Ладно, 75 тысяч даже не пожалею, пацаны. Это пиздец. Вот так рекомендую делать. Сначала вынесли, померили, а потом засунули. Корзина 75 тысяч. Так, теперь должно быть немножечко лучше. Ну, теперь-то получше выглядит. Все, что нужно сделать, это поехать сейчас на стройку его уронить немного. Но теперь он пипец стильный. Прям охеренный. Но диски можно было бы и получше. Но и тюнинга хотелось бы эгоиста. Поставил чип от банана. Капец, у меня теперь колесо, как в Мерседеса заваливаться на бок. Охереть. Ну что, ребят, такая вот серия получилась. Очень много интересного вы узнали, увидели. Очень много денег мы потратили. Я надеюсь, она тебе понравилась. Обязательно подписывайся на канал, если я этого-то еще не сделал. Нажимай на колокольчик, ведь здесь выходит очень много интересного, полезного и веселого контента. Коммент, лайк, как тебе ГТР, как тебе дом. И как ты думаешь, на какую машину я поменял Верон. Ну а с тобой был Левен. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока.